Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Звезды русского мира». Наш сегодняшний гость совмещает в себе невероятное количество ролей и талантов. Он певец, продюсер, артист, он кандидат юридических наук и общественный деятель. У нас в гостях Владимир Брилев. Здравствуйте, Владимир! Очень рада вас приветствовать здесь. И хочу сразу начать с информационного повода. Вы только что, буквально, приехали к нам с премьеры православного мультфильма. Да, первый мультфильм за 15 лет – это гордость невероятная. Две серии, минут по 15-14-15 минут. Такое удовольствие! То есть, сюжет такой, что мальчику в школе задают задания написать сочинение, кем хочу стать, какую профессию хочу освоить в жизни. И вот он засыпает, и перед тем, как ложится спать, помолился перед иконой. Перед иконой Николая. Лег спать, просыпается, и как будто бы, ну это все во сне ему снится. Они вместе с его сестрой оказываются на Древней Руси, ну там написано «Не единая Русь», попадают к князю Владимиру, как вот он собирается ехать креститься. И вот это все показывается очень интересно. То есть, я уверен, что очень благостно все снято, очень по-доброму, очень теплые краски. Почти 15 лет мультипликация российская не выпускала ничего на тему патриотики в чистом виде, тем более православного мультфильма. Последний православный мультфильм вышел 15 лет назад. И думаешь на эту тему, когда... Ну ведь мы же так теряем, даже, получается, не одно поколение, а два поколения. Владимир, а почему вас эта тема так волнует? Я прям вижу, что вы неравнодушны. Ну, во-первых, дочери 7,5 лет. И когда ты привыкешь какие-то... И много занимаюсь как преподаватель с детьми, и в первую очередь с детьми инвалидами. Когда формируешь программу реабилитации, как психотехник, я работаю как психотехник. То есть я могу, конечно, и вокал преподавать, но туда же все входит. Туда входит и история, и культурология, и литература, и вплоть до алгебрологики. То есть ты должен... Ребенка, как говорил Спок, по-моему, говорил, что ребенка нужно любить как душу и трясти как грушу. Вот надо в ребенка как можно больше заложить информации, потому что взрослый человек, он императив. Ну, как вот мама или любого другого человека, которого мама приводит к ребенку, он говорит, вот слушай дядю. И дядя должен очень доступным для ребенка, желательно в игровой... доступным способом, желательно в игровой манере донести до ребенка тот или иной материал, желательно побольше и побыстрее. Вот. И для того, чтобы это делать, конечно, мы пользуемся аудиовизуальным рядом. И проблема большая возникает с аудиовизуальным рядом, потому что ты же не будешь бесконечно как-то втюхивать ребенку диснеевские мультики или какую-то такую историю, просто потому что там есть хорошие там варианты мультфильмов западных, но в связи с тем, что настолько красочная и настолько жвачно-яркая последние лет 20-25 международная вообще мультипликация, нероссийская, то очень трудно потом ребенку после таких каких-то ярких мультиков с безумными спецэффектами очень трудно презентовать советские мультфильмы, хотя в них гораздо больше души. Ребенок, ну, если помладше, он хорошо их воспринимает, и ребенок постарше говорит, ой, что это такое, неинтересно. И приходится каждый мультик разжевывать, что там это огнем борту, это еще кто-нибудь, это Лесков и так далее. Ты показываешь, рассказываешь историю, как написано произведение, про что ребенок загорается, а потом показываешь. И тогда народные герои входят в ребенка, тогда входят былины в ребенка, тогда входит и православная тема в ребенка, ну, или других любых религий. Я уважительно отношусь ко всему этому делу. Здесь самое главное ребенка любого, до него достучаться и заинтересовать, потому что огромный пласт, в таком случае, если этого не сделать, пройдет в его жизни мимо, просто мимо. Поэтому вот этот мультик, рекомендую всем, выбор князя Владимира, вот он должен в течение месяца-двух появиться уже на широком экране, должен появиться на телевидении. Очень ждут, чтобы это показывали, может быть, и на вашем канале покажут. Очень хороший мультфильм, очень добрый. Володя, хочу сейчас поговорить о Володе Брилеве, как о ребенке. Конечно, мы затронули детскую тему, да. Ты в детстве кем мечтал стать, как тот мальчик из мультфильма? У меня сразу было все предопределено. Мне было чуть больше двух лет, трех не было. Ну, может быть, было. К нам, я родом из города-герой Новороссийска, Краснодарского края. Приехала Краснодарская оперетта. Давали то ли веселую вдову, то ли принцессу цирка. В общем, мама меня повела в театр. Сидим мы в бедуаре. Весь зал нас видит, как мы сидим в этом бедуаре. Минут 15 оставалось до конца, и вот этот маленький ребенок, там трехлетний, начинает истошно просто кричать. Он орет. Мама говорит, может, ты в туалет хочешь? Пить ты хочешь? Еще вот что? Туда хасю. Туда хасю. Что мог понимать, вот этот двухсплейный, там, трехлетний ребенок, что он туда хасю, показывая на сцену пальцем. И мама так призадумалась, будучи музыкальным работником, что, конечно, кажется, все мы попали в историю. Начиная с шести лет, она начала мне писать свои песни, потому что петь про чубурашку я не хотел. Просто физически все вокруг пели то же самое. Хотелось петь что-то свое. Она писала мне замечательный детский репертуар. Вот этот маленький мальчик, Володя Брилев, ему очень повезло, этому мальчику, потому что на пути встречались выдающиеся люди, педагоги. Я всегда понимаю, что это Бог ведет. Ой, это удивительная история Махмуд Асамбаев. Но, к сожалению, Царство Небесное, ушедший от нас, Людмила Георгиевна Зыкина, Иосиф Кобзон, естественно, участник его прощального тура 1997 года. Я был единственным ребенком, собственно говоря, на площадке, в прямых эфирах, все это есть, сохранилось. И как невероятная встреча Владимир Владимирович Любимов, тогдашний заведующий Сочинской филармонией джазовым отделением, да много, Ланда, было много таких каких-то звездных, легендарных имен, которые просто так приходили в мою жизнь. С кем-то из этих людей мы знакомились совершенно случайно у знакомых, там у нас на юге или когда в Москве были у друзей. Кому-то целенаправленно мама у меня брала за шкуру и такая, пошли, пойдем ломиться в эту дверь. Я говорю, мама, нас там никто не знает, узнают, давай попробуем познакомиться. За спортом не дают унос. У меня мама вообще такая очень прямолинейная женщина и очень пробивная. Я ей очень благодарен, очень талантливая, потому что мой репертуар, который знают нескромно, но говорят миллионы людей, в основном сложился из песен, которую написала Ира Брилева. И я ей за это очень благодарен, потому что каждый раз, когда маститы и большие авторы мне предлагают что-то петь, задрано очень высоко план. Ну, таких песен, как «Мой белый ангел, лети, ты постоянно в пути, ты оторвал себя от неба, чтобы стало былью небыль, мой белый ангел, ко мне лети». И вот когда вот в таком ряду стоят, ну, там, большинство моего творчества, петь про палки-селедки трудно. То есть, я осекался в карьере, то есть, там были песни типа «Это дура-любовь, это дура-любовь», которые все радиостанции там крутили 6-7 лет назад. Ой, у меня все время «Это дура-любовь» месяца 3 уговаривали спеть, мама не спала ночами, не знаю, недели две она пыталась это все написать. Эти песни, вот песни, которые так называемые считаются хиты, формат, их ты пишешь «Кубик Рубика», там, к творчеству это не имеет никакого отношения, их надо просчитывать и с музыкальной точки зрения, и с текстовой, то есть, попадать в аудиторию. Владимир, но мне хочется узнать еще об одной интересной стороне биографии. Несмотря на успешную и блестящую и честную, что очень важно по нынешним временам карьеру музыкальную, вы являетесь кандидатом юридических наук. Это как? И зачем? Ну, в 16 лет, когда я вырывался из прекрасных объятий любимой школы гимназии с уголовным изучением языков в Новороссийске, ЮНЕСКОСКАЯ гимназия, шестая школа, за что я огромное спасибо, выпускался я с медалью серебряной, и это, господи, для кого-то были пятерки-пятерки, а для меня каждая пятерка была медаль. Я был такой ленивый подросток, это был такой ужас. Оно мне очень легко давалось, но вот я по ночам, мне казалось, что я все успею-успею-успею, днем у меня были какие-то репетиции, концерты, съемки, еще что-нибудь, я же рано, очень рано начал, то есть у меня гастрольная деятельность в 14 лет началась. И вот к 16 годам я понял, что голос голосом, песни песнями, оно у меня тогда очень большое влияние имело, имело несколько там, Абба, Куин группа с Фредди Меркьюри, Поворотти, Каллас, и вот особенно биография Каллас мне показала, что голос может в любой момент улетучиться, это такая очень субстанция, и я к тому моменту уже, будучи гастролирующим артистом, я понимал, что иногда бывает, ты проснешься, особенно голос не прощает, не досыпав, и ты проснешься вот так с утра, а голоса нет, и что делать? И только одна профессия, при всем моем уважении, дает максимальный кругозор, вот такой для жизни кругозор, чтобы понимать, как вообще функционирует общество, как жить, куда стремиться, это юриспруденция. Это был абсолютно обсознанный выбор, я приехал в Москву, я был первый пробный год, когда появилась ЕГЭ, у нас, значит, я был первый, последний год, когда он был необязательный, 2002 год, выпустился, сдал все это ЕГЭ, кучу баллов нагреб, приехал в Москву, поступил в пять вузов, с перепугу, и выбрал самый неизвестный, самый нетитулованный вуз на тот момент, я в него поверил, вот я как-то внутри, чуйка какая-то срабатывала, я поступил и в МГУ, и в МГУА имени Кутафина, ну, на меня смотрели сычем родственники, потому что, говорят, ну, ты дурак, что-то в МГУ не пошел, или в тоже МГУА, или в РАП, ну, крутые вузы, все здорово, я говорю, ребят, я пошел в ЭГУМО, институт гуманитарного образования, и в данный момент, он сейчас еще ЭГУМО, институт гуманитарного образования, и информационных технологий, я поступал в вуз по одной простой причине, во-первых, там был фантастический список преподавателей, там была очень мудрая, и до сих пор очень мудрая ректор, они поменялись, была сначала мама, Нила Федоровна Апатенко, и потом ее дочь стала Марина Владимировна Волынкина, Нила Федоровна Апатенко была всю жизнь соучредителем Московского международного форума «Одаренные дети» в поддержку президентской программы «Дети России», то есть я прихожу в вуз и понимаю, что, собственно говоря, я никуда со сцены не уходил, а ну вот тут на всех пяти этажах бегают какие-то люди в костюмах карнавальных, какие-то художники ходят, такая какая-то фантастическая... Это и подкупило. Вдумайтесь, на дворе середина 2002 года, то есть всего 10 лет, как новая страна после пучи и всех этих дел устаканилась, везде какие-то чопорные эти юридические факультеты, я прихожу, все сидят такие, как будто кол прогласили, нет, понятно, профессия обязывает, но я очень всегда был неформальным юристом, а еще на первом курсе меня приметила Майя Михайловна Казмина, на тот момент представитель союза юристов Москвы и взяла под свое крыло. И как-то так совпадало, что я не бросал творческую работу, особенно как-то сцену, и со сцены я где-то ушел года на полтора-два. На 23 февраля 2003 года, у меня прям членский билет лежит, я стал членом союза юристов Москвы. Меня интересовала интеллектуальная собственность, авторские права и смежные права, потому что на тот момент действовал старый закон об авторских смежных правах, он никуда не годился. Ну, в общем, 1 января 2007 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса, собственно, половина из которой этому и посвящена, контекстуальной собственности авторским смежным правам. Там есть и моя рука. Чего ж там скромничать? Чего ж там скромничать? Ну, уже числа 16 января того же 2007 года и ваша покорная услуга, и многие другие юристы начали писать и в совет по кодификации предместра, сопрезидента и прочее на доработку, потому что даже уже тогда введенные нормы уже устаревали. Владимир, А потом комбинация случилась. Да, вот это вообще очень интересно, потому что я понимаю закончить юридический вуз, но пойти дальше и защитить диссертацию, пойти в науку, сколько лет на это ушло? Я очень быстро это сделал. Я пропустил один год и с боем поступал на диссертацию, потому что поступить было крайне сложно. Они тогда были единственным проф. вузом на эту тему. На тот момент академия Всероссийская налоговая академия. И где в их диссертационном совете мою 12.003 с уклоном, что авторские смежные права вообще можно было попытаться написать эту работу. Единственный диссертационный совет где это можно было сделать. Мне очень долго, мне месяца три мне назначали моего научного руководителя. Не могли подобрать. Потому что тема была скользкая, не скромно, но до меня ни одна работа на тему авторских прав и смежных прав кандидатская не прошла защиту. Проходила предзащиту, люди писали статьи, выпускались и в России за рубежом, но диссертацию на эту тему никто не защитил. Мне назначили Павлова Владимировича Павловича. А он считается одним из отцов-основателей всей нашей юридической истории по патентному праву. Вообще и советскому, и российскому. То есть он настолько, он рыбу съел в индексуальной собственности, он один из отцов-основателей. Бывший на тот момент член ВАКО Всероссийского отечественного комитета. Он просто, комиссия, он из нее просто ушел, потому что, он говорит, времени не хватало. Сейчас вот его вроде как обратно туда возвращали. Светило науки, мне его назначили. Год я не мог с ним встретиться. Боялся. Вот я, мама мне вспоминает каждый раз. Я сидел, когда он назначил мне встречу, он сам позвонил. Я три дня вот так сидел под кроватью, отменил концерт. Я не мог себя собрать в кучу. Ну, где я и где он? Мы с ним встретились. Вот такой мужик оказался. Он говорит, ну, что вы бегаете целый год? Он говорит, у вас всего два года осталось. Он говорит, мы уже должны сдавать с вами полкирпича. Кирпичом мы называем, как бы, собственно говоря, диссертацию. Мы уже должны были сдать первую главу к тому моменту. Он говорит, вот вам тезисы. Он говорит, я вам помогу. Вот вам тезисы, куда думать? Работайте. И это была фантастика, вместе с ним писать эту работу. Это было очень интересно. И была самая трудная защита. Мне, чтобы собрать кворум в 14 докторов наук, по моей специальности, мне троих пришлось привозить. Один профессор приехал из Казахстана, одна Маргарита Николаевна из Российской общественной текстуральной собственности была онлайн с нами по пресс-связи, по конференции. И сегодня человек из Белоруссии приехал. То есть мне даже кворум было трудно собрать. Павел, здесь еще одна грань интересная. Я уверена, что их очень много, но то, что я сегодня хотя бы озвучила, вы еще и активный общественный деятель. В чем, кстати, ни я, ни наши телезрители не сомневаемся. С вашей энергией неуемной, жизненной позиции. Какими вопросами вы занимаетесь? Я знаю, что вы сотрудничаете с Народным фронтом. Не просто сотрудничаю, я член штаба, Московского регионального штаба Общероссийского народного фронта. Какие вопросы? У нас всего 37 человек на всю Москву, на городу 12 миллионов человек, у нас 37. Но я, нас всего, грубо говоря, за культуру два человека отвечаю, то есть я ведущий эксперт по культуре и, собственно говоря, член штаба именно по культуре. Очень много вопросов, очень много вопросов, но вот не скромно, но наша заслуга, большая работа, то, что мы не дали и правительству Москвы молодцы, поработали хорошо. В общем, не просто стали не закрывать, а стали заново открывать библиотеки в городе, стали делать ремонты, стали пересчитывать фонды. Действительно, я хочу сказать, что я недавно была в библиотеке и я была в шоке. Это начало работы. Библиотеки не узнать. В Москве они просто потрясающие. Ну как, это вам кажется со стороны, а я недоволен. Вот Баба Игорь, против, там еще очень и очень много работы. И да, и нет. Ну я могу быстро коснуться этого вопроса, у нас через 4 года будет некому работать в библиотеках. Ни один из вузов в данный момент не выпускает должного количества выпускников. Единственное там ГИК, бывшим Гуки Кулек, который в Химках находится, но он выпускает на всю страну. У него выпуск в год, максимальный выпуск 37 человек. И их сразу расхватывают регионы. То есть там, как правило, по направлению ребята приезжают, учатся, сразу становятся высшего уровня специалистами, их тоже забирают в региональные крупные библиотеки работать. В Москве колледж не выпускает уже третий год. Нет набора на очку. Он сейчас даже перепрофилировался на Щелковской этот колледж. В общем, какие-то библиотеки сокращали и так далее. Очень много людей из библиотек профессионалов большого возраста, 50 плюс, 60 плюс, людей увольнялись в связи с возрастом. А это золотые кадры. Зачем вы это делали? Куда вы их увольняли? Их наоборот, надо было на них молиться. Они не остались без работы, они ушли в частные библиотеки. Ну там, в Плехановку и так далее. У нас много в городе частных открылась библиотек на гораздо большую зарплату и с гораздо лучшим отношением к ним. То есть эти люди тоже уже никогда в госбиблиотеки не вернутся или в муниципальные. И стоит острый вопрос, чтобы не закрывать. Сейчас стали, ну, департамент культуры придуманную новую историю. Теперь у нас часть библиотек превратили просто в зал по выдаче книг всего 3 часа в день. Ну, еще много вопросов. Вопросы театров, вопросы галерей, вопросы мультимедийных пространств, вопросы открытого доступа для людей с ограниченными возможностями. Вообще безбарьерная среда в городе. Огромный вопрос по детскому. Я молчу про доп. образование. Потому что доп. образование все почему-то очень лихо за него хорошо отчитываются, говорят, что в Москве все хорошо. Я с ними согласен, потому что у нас было 121 детских, дворцов детских творчеств, а сейчас 20. Было 60 с лишним детских клубов футбольных, вообще спортивных секций. Вот в данный момент в городе Москва ноль бесплатных футбольных клубов детских. Их нет. Ни одного не осталось. То есть даже ЦСКА и Динамо все равно не набирают часть в социалку там, но в основном это уже платная история. И так далее. Таких вопросов много, с которыми приходится работать, будучи членом общественского народного фронта. Владимир, скажите, о чем же вы мечтаете? Ой, я бесконечно мечтаю. Вот был период, наверное, где-то месяца три назад он закончился. Я долго, я, наверное, с нового года хандрил. Хандрил, и что-то у меня все валилось из рук. Ну как, это по моим меркам все валилось из рук. На каком-то этапе закончились мечты. Это очень плохо. Дорогие друзья, нужно как можно больше мечтать. Вот посылать во Вселенную, назовите как угодно, эти силы, эти мысли, а силы выше, они помогают. И стал как-то мало мечтать, стал себя ловить вот в этом году. Месяца три назад закончилось, потому что самый большой, тяжкий грех это уныние. Ну лично по мне так. Если есть уныние, то все дела сразу останавливаются, и будет очень трудно вообще жить. Стал снова мечтать, об огромном количестве мечтаю вещей, но в первую очередь я мечтаю, чтобы моя дочь выросла хорошим, достойным человеком, выбрала хорошую профессию, была просто счастлива. И по-женски состоялась, и как мама, и в общем, прожила жизнь, которую хочешь, чтобы, ни в коем случае, чтобы мне там было стыдно, не стыдно, да какое я имею к ней отношение. Моя задача вырастить и просто ее любить. Мне хочется, чтобы ее жизнь состоялась. Мне очень хочется, чтобы мои песни услышали большее количество, дошли до большего количества аудитории, потому что, ну что там греха таить, очень дорого производства, и хочется, чтобы как-то чаще открывались двери, и зритель слышал именно эти песни, а потом уже на вторых, на третьих ролях, чтобы это хотя бы кормило, потому что, вы знаете, творчество больше забирает, чем дает. И мечтаю, чтобы близкие были здоровы, особенно родители и близкие, больше ничего не надо. Владимир, спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. У вас действительно очень непростая задача, поскольку вы человек публичный, помимо того, что вы несете в массы творчества, вы занимаетесь также невольно или вольно формированием взглядов, идеалов и убеждений общественности, в том числе и молодой общественности. И мне очень хочется, действительно, чтобы большая часть наших артистов была похожа на вас. Я вас благодарю, что вы пригласили. Искренне желаю вашему каналу, хоть вы и молодые, вот процветания, пусть как можно больше расширяется ваша аудитория. Дорогие друзья, ставьте лайки вот этим видео, да, как сейчас молодой говорит, ставьте лайки, обсуждайте, можете ругать, можете хвалить. Посмотрите все другие разные видео на этом канале, потому что русский мир это великий мир. Это и вещь, это понятие, которое охватывает огромное количество людей с одной стороны, с другой стороны, русский мир для каждого русского человека внутри он свой. И только родившийся, если ты родился и вырос в русской семье, кстати, не важно где, в России или за рубежом, в эмигрантской семье, не важно, но если ты родился в русской семье, вот только тогда ты поймешь, какие мы и что здесь происходит и что происходит там за границей, потому что если ты родишься и вырос там, ты ничего не поймешь. Берегите друг друга и тепла и мира вашим домам и вам. Это был Владимир Брилев, певец, продюсер, кандидат юридических наук и общественный деятель. С вами была программа «Звезды русского мира». До новых встреч и до свидания.